Крупный международный форум «Духовное наследие» шейха Саида Афанди состоялся сегодня в Махачкале. Мероприятие посетили тысячи человек. Муфти и хазраты регионов России, доктора наук, исламского мира говорили о жизненном и творческом пути шейха из Черкея. Все это сопровождалось чтением Корана и показом документального фильма о духовном наставнике. Подробнее в сюжете моих коллег. Форум открыл почетный гость из Медина Абдурахима Лутфалла. Прочитанный нараспев Коран заставил трепетать слушателей. Далее зрителям показали документальный фильм о шейхе Саиде Афанди. Тяжелые 90-е годы, борьба с ваххабизмом и работа ради сохранения мира в Дагестане ярко и внушительно отобразились на экране. Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Единственная польза от этой жизни, проведите здесь тысячу лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что еще желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере? Муфтий шейх Ахмад Афанди от нахлынувших эмоций и слез не смог выступить первым. На некоторое время он покинул президиум. В его отсутствие слово предоставили главе Духовного собрания «Мусульман России» Альбиру Хазрату Кырганову. Он отметил неоценимый вклад шейха Саида Афанди в распространение истинных общечеловеческих ценностей. Мы вышли с инициативой и к властям республики Дагестан, чтобы одна из красивых улиц Махачкалы была названа именем Саида Афанди Чиркейского. Эта память нужна нашим детям. Эта память нужна нам сегодня, чтобы тот путь, тот курс, который они нам оставили, чтобы продолжали и наши дети. «Знаете, что праведники Аллаха не будут испытывать страха в судный день и не будут печалиться над тем, что упустили из удела этого мира». Эта цитата из Корана, вернувшись, начал свое выступление муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он выразил благодарность Всевышнему за то, что в трудные для страны годы он даровал нам такого наставника, как Саида Афанди. «Вы не думайте, что мои слезы, слезы печали. Это, может, слезы радости. Я очень рад тем, что мои друзья, мои близкие люди, они покинули этот мир. Просто им не нужно было защитить, но покинули как мужчины. Вы представляете, когда отца убили, сын становился на его месте. Вот где мужество. Вместо того, чтобы уходить, убегать. Мама же могла ему сказать, нет, отца тоже убили, ты не становись, нет. Ни один шаг назад никто не делал. Он объяснил это тем, что государственные чиновники начали понимать, какую пользу стране приносят религиозные деятели. Вчера здесь глава ресурсовики, вы же видели, вы же слышали, он говорит, спасатели Дагестана вот здесь сидят. До сих пор они здесь не сидели. Они до сих пор в другом месте сидели. А вчера оказались они здесь. Вот я почему говорю, президент страны начал понимать. От религиозных людей можно ожидать только пользу, только поддержку. И никогда религиозные люди не подведут. Произведение работы Саида Афани свидетельствует о его выдающемся литературном даровании. Отмечали писатели, кандидаты и доктора наук. В своих трудах и работах он поднимает наиболее актуальные вопросы для современного мусульманского общества. Огромное значение Саида Афани уделяет воспитанию подрастающего поколения. Когда я смотрел на человека, он чувствовал небывалый прилив сил. Мое тело наполнялось удивительной живостью. Если сердце моё охватило печаль, я шёл к человеку и увидел его, думал, невозможно, чтобы Дагестан, в котором живёт такой человек, пропал. Весть о Саиде Афанди распространилась по всему миру. Учёные арабских стран, узнав о том, что в Дагестане проводится этот форум, отправили свои поздравления, так как не смогли присутствовать непосредственно на мероприятии. Шейх Саид Афанди, да будет доволен им Аллах и смилуется над ним, был имамом, аскетом, учителем, который обучал прежде всего своим образом жизни, а потом и словом, был воспитателем сердец, оживляя их мыслью. Да помилует Аллах шейха Саида Афанди за всё то, чем он жертвовал, проявляя стойкость, боролся за истину, доказывался в лучшем их заблуждении, возвышал истину над нововведениями, пока Господь не избрал для него возвышенную смерть. Шейх Саид Афанди был великим наставником, познавшим Аллаха, да смилуется над ним Аллаха. Несколько лет тому назад я хотел посетить Дагестан, чтобы встретиться с шейхом Саидом Афанди, но этому не было суждено произойти. За несколько дней до моего приезда в Дагестан его убили грешные руки террористов. У него была очень насыщенная жизнь, он распространял религию в исламских странах, призывая мусульман к сплочению вокруг ислама. Его девизом были слова «О мой Господь, Ты моя цель», то есть «Всё под властью Аллаха, и Он цель, к которой я стремлюсь». Стихи, цитаты и строки из книг учёного читали на форуме. В зале присутствовали духовные лидеры 26 регионов России. Выступающие поблагодарили муфтят за плодотворные мероприятия. Дай Аллах, вот этот форум открыл бы глаза нам в постпространстве СССР, как здесь в Дагестане, оно вверх, вертикаль сделаны, чтобы по всей территории был этот вертикаль. Тогда до труды шейха, значит, мы поняли. А если мы посидим, у вас в гостях побудем, и не будем работать в этом направлении, значит, мы только пришли, покушали и посмотрели, ушли. От этого пользы не будет. Торжественная встреча завершилась коллективной мольбой под руководством Хас Мухаммада Абубакарова, отца первого муфтия Дагестана Саид Мухаммада, который был убит на пути распространения ислама. Посетителям предоставили уникальную возможность увидеть личные принадлежности шейха Саида Афанди. В вестибиле Дома дружбы состоялась выставка рукописей одежды и книг ученого-богослова. Я считаю, что это величайшие богословские труды современности. А что касается истории пророков, это, наверное, одно из лучших, вот в самом лучшем смысле этого слова, пособий для тех, кто изучает историю религии, причем не только ислама, но и других религий, потому что настолько полно обобщены все знания, которые есть у всех трех аврамических религиях о пророках. Другой такой книги я просто не могу назвать. Объединяющее мероприятие. Столько муфтиев, столько духовных лидеров со всей России и не только из России, из Саудовской Аравии. Очень приятно было их увидеть, услышать от них ту работу, которую они проводят, поделиться опытом. Действительно, воодушевлен, было очень приятно. Спасибо муфтиату Республики Дагестан и всем организаторам, которые организовали сегодняшнее и вчерашнее мероприятие. Духовное наследие мусульманских богослов прошлых веков является главным богатством современных мусульман.